11.06 в Кирове, Дневной Разворот, Никита Кочуров и Юлия Афанасьева. Добрый день, я хочу представить нашего нового бойца, который будет работать в эфире. Это Никита, наш новостник, он уже знаком с радийной кухней, поэтому прошу любить и жаловать. Сама я сейчас представлю вторую тему нашего эфира. В 12 часов мы поговорим о культуре, о днях романтики на Вятке, об истории с уходом актеров из театра на Спасской, о том, каким образом вообще будет развиваться эта сфера в нашем регионе в ближайший год, какие есть планы, перспективы, фестиваль джаз-вятка. В общем, красивая, хорошая тема. Ну а в первом часе у нас более социально значимая история. Никита, продолжай. Обманутые дольщики, то есть Слободы Новая Сергеева и на Володарского, 114 А. У нас сегодня в гостях Татьяна Широкова, это обманутый дольщик и собственник квартиры в Слободе Новая Сергеева. Татьяна, добрый день. Добрый день. Василий Лаженцев, обманутый дольщик и собственник квартиры на Володарского, 114 А. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. И Юлия Куликова, это адвокат, который защищает интересы Василия. Юлия, добрый день. Добрый день. Ну, я думаю, что начнем мы, наверное, все-таки с истории про Новая Сергеева. 20 августа состоялся пикет обманутых дольщиков, который прошел в сквере у памятника Степану Халтурину. Я напомню, что дома должны были сдать во втором квартале 2016 года. На данный момент только 5 из 18 таунхаусов введены в эксплуатацию, причем с многочисленными недоработками. Вот, Татьяна, скажите, пожалуйста, вы на этом пикете были в воскресенье? Безусловно, я была на данном пикете, и я была одной из самых, наверное, таких активисток данного мероприятия. Печально, просто все это очень печально, и мы вынуждены уже в связи с бездействием местных чиновников, а также связанных с ними невидимой нитью правоохранительных органов, обращаться за помощью в опросе обманутых дольщиков на территории города Кирова, Кировской области, ко всем гражданам. Татьяна, расскажите вашу историю. Наш поселок, состоящий из 18 многоквартирных двухэтажных блокировочных домов, строится еще с 2014 года, и должен был полностью сдаться уже во втором квартале 2017 года. Но все сроки уже вышли. Качество принятых домов, а это 36 квартир из 125, просто ужасно. А в чем недоработки? Там очень много недоработок, что вызывает немало вопросов к администрации города, потому что в домах принятых отсутствует канализация, на стенах плесень, конденсат, лестницы не закреплены, в подвале вода, ступеньки отсутствуют, столбы прямо посередине тротуара торчат. Как такие дома администрация разрешает вводить в эксплуатацию, и как в таких домах дальше жить гражданам, дольщикам, семьям, детям. Татьяна, а скажите, пожалуйста, вы сами когда, как это правильно говорится, заключили договор долевого участия? Когда это произошло? Договор долевого участия оформлен у меня на супруга, и он был заключен в конце 2015 года. На тот момент строительство на объекте велось, но на протяжении уже, наверное, года к моему дому, к нашему дому с супругом строители не прикасаются, никаких работ не производится. И кроме того, 8 августа 2017 года было зафиксировано, как со стройки вывозят строительный материал, это кирпичи грузятся в автомобиле, вывозят. По нашим данным, это за долги. Застройщика забирали. А почему вы выбрали именно этот поселок для будущей жизни? Мы принципиально не хотели жить в многоэтажном доме, мы хотели малоэтажное жилое помещение с отдельным выходом, с отдельной парковкой, то есть все условия, все так было красиво описано и рассказано. Тут просто было невозможно не согласиться, потому что по всем параметрам нас все это устраивало. А вы компанию вот эту проверяли каким-то образом? Компания Техкомсервис, да, Никит, если я правильно помню? Да, все верно. Вы ее проверяли? Мы проверяли, да. Данная компания, в принципе, действует на рынке уже немало. Среди ее подрядчиков, среди ее партнеров числятся «Вятка на Дымк», «Чус» и другие немалоизвестные строительные компании. Поэтому застройщик был аккредитован, Сбербанк, мы брали ипотеку, а сейчас просто вынуждены платить ценой в миллионы за воздух. У нас нет жилья, поэтому до сих пор платим ипотеку. А предусмотрена какая-то страховка? Страховка предусмотрена. И вообще изначально была проблема со страховкой у застройщика. Мы очень долго не могли приобрести данную квартиру именно по той причине, что в Кирове никто не страховал. Потому что зона строительства достаточно рисковая была, там зона затопляемости. И поэтому застройщик страховал в Москве. И многие из страховых компаний среди наших дольщиков вовсе исчезли с рынка уже. Поэтому и страховки получить нельзя. То есть страховка у вас по факту есть, но воспользоваться вы ею не можете. Да, все верно. И тем более еще у кого она действует, страховщик не исчез с рынка, то страховка вообще просто закончилась. И больше ее продления нет. Это страховка от чего? На случай чего? Ну я так понимаю, что на случай банкротства. Застройщика? Да, что мы можем получить полную стоимость квартиры в таком случае. На данный момент вы заплатили какую сумму? С вашему застройщику. Стоимость квартиры была оплачена единовременно в полном объеме. Сейчас мы продолжаем просто выплачивать банку эту сумму. Сколько заплатили? Стоимость квартиры была порядка двух миллионов. Порядка двух миллионов рублей. И у других дольщиков, пострадавших, история такая же. Да, но у некоторых дольщиков история есть еще печальнее. На данный момент у дома просто нет даже фундамента. Хотя срок сдачи был еще второй квартал 2016 года. Поэтому там еще печальнее все. Вот конкретно в вашей квартире, да, сейчас как у вас это все выглядит? Первый, второй этаж. Все. Нет ни окон, ни дверей, ни крыши. Больше ничего нет. То есть по факту дом не достроен. Жить в таком доме в принципе невозможно. Есть дольщики, у которых дома достроены? Есть, есть дольщики, у которых дома достроены. Среди зданных пяти домов только в одном живут. По-моему, две семьи всего там на данный момент проживают. А остальные дома вызывают очень много вопросов к администрации, к правительству города. Потому что, повторюсь, качество принятых домов просто возмутительно. И среди этих домов еще есть дом, в котором обнаружены подводные источники. То есть в подвале находится постоянно вода, и данный дом уже наклонился на 30 сантиметров. Фундамент его поехал. А вы не обращались в правительство с жалобами? Как они это приняли в таком состоянии дома? Как они это объясняют? Ну, на данный момент отправлена была жалоба среди дольщиками данного дома. Пока ответом не получено. А принимает дома вообще кто? Администрация дает разрешение на воду в эксплуатацию. Вы как-то участвуете в приеме домов? Мой дом пока не достроен, поэтому я... Ну, я имею в виду, дольщики, в принципе, как-то участвуют в приеме домов? После, по-моему, как дается воду в эксплуатацию, дольщики уже приходят на объект строительный, смотрят состояние дома, квартиры оценивают и подписывают точно так же документы о том, что принято. Но дольщики не подписали. И застройщик не устраняет данной неисправности, ссылаясь на то, что денег у него нет. И действительно, у нас есть официальный ответ от службы судебных приставов о том, что счета заморожены, денег у застройщика нет, движимое-недвижимое имущество отсутствует. У вас договор непосредственно с застройщиком компании Техкомсервис? У нас договор переуступки. То есть мы покупали квартиру через подрядчика. Договор переуступки и, соответственно, договор долевого строительства у подрядчика с застройщиком. То есть есть застройщик, есть компания, которая выкупает договоры долевого участия, и у вас договор непосредственно с этой компанией. Правильно? Договор долевого участия у застройщика с подрядчиком, который выполняет либо там строительные работы какие-то, либо поставляет строительные материалы. А мы у этого подрядчика просто уже приобрели квартиру. Он нам переуступил свои права. Сейчас мы начнем перерыв. И буквально через 40 секунд мы вернемся в студию. Я напомню, мы обсуждаем историю обманутых дольщиков в Слободе Новая Сергеева, на Володарского, 114. После перерыва продолжим. Мы возвращаемся в эфир. Это «Дневной разворот». Никита Кочуров и Юлия Афанасьева. Обсуждаем мы сегодня историю обманутых дольщиков в Слободе Новая Сергеева и на Володарского, 114 А. У нас в студии Татьяна Широкова, собственник квартиры в Слободе Новая Сергеева. Я думаю, что мы сейчас как раз выйдем с Татьяной на то, как ситуация обстоит сейчас. Татьяна рассказала свою историю. Квартира стоимостью порядка 2 миллионов рублей. Семья взяла ипотеку, которую сейчас благополучно выплачивает Сбербанку. По большому счету квартиры нет, дом не закончен, жить негде. Что дальше, Татьяна? Как вы эту историю дальше видите? Вы сейчас в судах. Многие дольщики сейчас находятся в судах, пока мы с супругом не обращались. Просто я хочу сказать, что мы участники долевого строительства, просто уже вынуждены выходить на пикеты, на митинги для привлечения общественности и представителей власти с целью решить наши проблемы, вопросы. Потому что мы никак не защищены государством. То есть государство, наоборот, защищает только застройщиков, юрлица, а физлица никаким образом не защищены. Мы не знаем просто дальше, на что рассчитывать. Что нам в этой ситуации делать? У застройщика нет денег, у него нет имущества, взыскать с него нечего. К кому обращаться? На все наши ответы, запросы мы получаем только отписки. Например, в правительстве нам данные представители задают вопросы, как мы вообще додумались купить квартиру у данного застройщика, почему мы в такой зоне затопляемой приобрели квартиру. То есть это мы должны вопросы эти задавать государству. То есть по большому счету вас спрашивают, о чем вы думали сами, когда покупали там квартиру. Конечно, я приняю. Вот я думаю, что мы, наверное, сейчас как раз обратимся к Юлии Куликовой. Это адвокат, которая защищает интересы обманутого дольщика на Володарского 114-А. Вот, во-первых, наверное, Юлия, хочется услышать совет, что сейчас делает Татьяне и таким же дольщикам, как она. И второй вопрос у меня по поводу вот такой интересной схемы приобретения квартир. Ну, я начну со второго вопроса по поводу приобретения квартир. Сначала отдают квартиры, скажем так, подрядчикам, а подрядчики переуступают права физлицам. Я вот хочу сказать, что это очень опасная схема, потому что физлицы в этом случае лишаются прав, которые им гарантируют закон о защите прав потребителей. То есть к отношениям по долевому участию в строительстве у нас применяется этот закон в части, который не урегулирован законом о долевом участии. Тем более, я так понимаю, договоры долевого участия заключены у нас до 2016 года. То есть там как раз распространялись в полном объеме действия этого закона. Здесь дольщики лишаются этого права. То есть получить проценты, получить штрафы. И как-то материально более обеспечить свои права. То есть есть компания-застройщик. Это, например, техкомсервис. И есть некая компания-подрядчик, которая физически... Приобретает у них квартиры в счет работ. Там, скорее всего, даже может не пройти оплата. И когда человек обратится в суд, может скрыться еще такая ситуация, что подрядчики не оплатили эти работы. И тогда вообще возникнет вопрос о правомерности приобретения квартиры дольщиком. То есть физическим лицом. Получается, дольщику продает квартиру подрядчик. Да. И таким образом, наверное, застройщики страхуются от... Как раз вот вы сказали... Да, чтобы не было дополнительных штрафных санкций, дополнительной материальной ответственности перед физлицами. Сейчас в такой ситуации что делать? Честно, даже вот юридически, да, обратиться в суд, получить исполнительные листы, может быть, пойти на банкротство застройщика. Но дело в том, что в любом случае физлицы, они останутся, даже если они пойдут на банкротство застройщика, то потом придется им за счет собственных средств либо достраивать объекты, либо, значит, в процессе банкротства будут переданы и объекты другому лицу, который, ну, приобретет права, допустим, на достройку. Но опять вот из, значит... Рассказа Татьяны. Рассказа Татьяны, да. Следует то, что еще часть домов расположена в затопляемой зоне. То есть вопрос возникает, почему вообще получено разрешение на строительство на таком участке. То есть это ведь не проблемы людей, как они выбирают застройщика. Это, получается, у нас проблемы с органами власти, которые дают разрешение на строительство в таких зонах, которые заведомо непригодны для строительства. То есть проблема комплексная. Можно ли было как-то оспорить это решение о разрешении на строительство в этой зоне? Оспорить? Да. Есть такая практика, в принципе. Тут, в принципе, возникнет вопрос вообще о правомерности. Но здесь опять возникнет... В итоге-то денежный вопрос у нас возникнет. Потому что уже факт свершился. То есть разрешение получено, пусть даже его признают незаконным. Люди там купили квартиры. Получается, все равно у нас крайними остаются граждане, которые все свои денежные средства, а кто-то ведь продает свое жилье и вкладывает все, что у него было с целью, допустим, приобрести такой таунхаус. И получается, что здесь все равно страдают-то люди. То есть с правовой точки зрения можно это все спорить, получить соответствующие решения, но реализовать вот каким образом, вот убытки возместить, это все гораздо сложнее. Тем более, как вот Татьяна сказала, у застройщика нет сейчас денежных средств, он ничем не отвечает, то есть чем он отвечает. То есть по факту люди, когда понимают, что застройщиком является одна компания, а квартиры им продает некая другая компания, должны уже насторожиться, что здесь что-то нечисто. Ну, либо они должны понимать, что как бы часть прав у них просто не реализуют. А нам вот скоро нужно будет набрать нашего первого эксперта. И до этого момента я еще хочу попросить Василия рассказать его историю. Я так понимаю, что у вас это тянется уже все достаточно долго. Пять лет. А с чего вы начинали, к чему вы сейчас пришли? Ну, мы начинали с приобретения квартиры. Это я и мама по одной квартире на Володарской, 114А. Это был 2011-2012 год. А какой застройщик? Тогда он назывался «Газосиликастройплюс». Сейчас это ЖК Виктория, руководитель Шабарин Владимир Аркадьевич. И он лично-лично участвовал в всех этих процессах. То есть это было начало. То есть мы передали 6 миллионов 120 тысяч рублей за две квартиры на втором этаже этого дома. В результате можно это называть по-разному, жертвы двойных продаж, мошеннические действия. Но у нас в результате этих действий даже на руках документов, именно чисто как о далевом участии. То есть их не осталось. И мы сейчас как раз в уголовном процессе очень активно, активно в течение этого года уже как раз эту ситуацию рассматривали. Я думаю, что будет интересное продолжение у нас с точки зрения совершенно мошеннических действий в сфере далевого строительства. Потому что эта проблема, она не нова. Я ее отслеживаю профессионально последние три года. И я думаю, что мы, когда подойдем к оценке ситуации, ближе к концу эфира, я примерно озвучу параметры, которые я для себя вижу. Что это такое? А у нас есть звонок? У нас на связи Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская». Дмитрий Валерьевич, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Да, мы привлекли вас как стороннего эксперта к этой теме. Обсуждаем мы сегодня историю обманутых дольщиков в Слободе Новое Сергеево и на Володарского 114А. Ваш взгляд в такой ситуации? Вот Слобода Новое Сергеево, деньги за квартиры заплачены. По факту квартиры большинство не сданы. Сдано 36 квартир из 125. Что делать сейчас дольщикам? Ну, наверное, надо разобраться в причинах. То есть причины здесь, по большому счету, наверное, может быть две. Либо это неправильное хозяйствование, то есть когда нет злого умысла изначально, либо это мошенническая схема. То есть вот следующий момент, что нужно делать людям? Это, во-первых, подать заявление для включения их в реестр обманутых дольщиков. А такое заявление было? Не включают. Это первое. А почему не включают? Извините. Вот у меня, к сожалению, нет сейчас на руках ответов с данного реестра, которые были предоставлены другим дольщикам, но их не включили, ссылаясь там на какие-то обстоятельства. То есть если дольщик вкладывает хотя бы по одной копейке за месяц, то не признают данный объект проблемным. Вопрос в другом. Значит, у нас с момента, когда должна произойти передача квартиры дольщику, должно пройти полгода после этого момента любого гражданина, который заключил договор участия и хотя бы копейку заплатил, его органы власти обязаны включить в реестр обманутых дольщиков. Так, хорошо. Полгода момента, от которого считаем, в договоре указан момент передачи квартиры. Хорошо, момент передачи квартиры, полгода. Да. Дальше. И здесь уже должны подключаться органы власти для решения этой проблемы. То есть, во-первых, это запросы в правоохранительные органы на проведение проверки мошенничества, либо это не мошенничество, но и механизмы решения этой проблемы это поиск нового застройщика с компенсацией ему каких-то затрат. Механизмы там есть, ну, скажем так, на память их два. Это предоставление другого земельного участка застройщику в аренду. Либо это... Либо застройщик достраивает существующие объекты, да? Да, и продает те квартиры, которые ничего не проданы. Ну, скажем, грубо так. Так вот, схема разделить на две, да. Я поняла. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Валерьевич, вот на Ваш взгляд, в данной ситуации, какая схема может быть рабочей по части поиска застройщика? Ну, вот здесь надо глубоко изучать проблему. Я с ней так глубоко не знаком. То есть, может быть, и та, и другая схема. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот добросовестным, нормальным застройщикам, компаниям, которые действительно готовы довести дело до конца, интересно покупать вот такие вот недострои. Ну, давайте немножко в историю. То есть, у нас вот такие, скажем, проблемные объекты, они волнами появляются. То есть, прошлая волна, это была... 13-й год. ...гризис, там, 8-го года, да? 8-12-го. Вот те люди, которые пострадали в тот период, их проблемы практически были решены вот в этом году. Последние, скажем так. То есть, примерно 5 лет ушло на решение этих проблем. То есть, механизмы здесь есть, они работают не быстро, но проблемы решались. То есть, вот те дома, в которых возникли проблемы, у них срок сдачи был этот год, прошлый год, может быть, позапрошлый. То есть, вот это как бы результат этого кризиса. Эти проблемы были решены, вы имеете в виду, дома были достроены другими застройщиками, правильно? Да, дома были достроены, либо компенсации были выпущены. То есть, вопрос этот небыстрый. Дмитрий Валерьевич, как Вы для себя отвечаете на вопрос? Проблема, Вы сами сказали, с обманутыми дольщиками у нас тянется уже не первый год и уже не один дом. По-моему, 15 домов уже за всю историю были проблемными. Почему до сих пор продолжается эта история? Что нужно изменить в законодательстве, чтобы не допускать недобросовестных застройщиков на этот рынок? Вот здесь, наверное, трудно сразу определить, а вот он будет в дальнейшем недобросовестный или нет. Ну, то есть, здесь две стороны одной медали. Либо это неграмотное управление, либо человек, компания... Да, либо мошенническая схема была запланирована. То есть, ну, по нас, наверное, ну, по моим ощущениям, то есть, 50 на 50. Половина это как раз попались на схемах обмана и мошенничества, а половина это как раз неправильное хозяйствование. На сегодняшний момент внесены изменения в 214-й федеральный закон о долевом участии в строительстве. Эти поправки вступают в силу со следующего года. Во-первых, будет введен механизм компенсации застройщикам, в случае не ввода их объекта, либо застройки объекта. То есть, будет создан государственный фонд, в который все застройщики добросовестные перечисляют денежные средства, и из которого деньги будут тратиться исключительно на решение проблем людей при недостройке домов. Но это сразу скажу только по тем домам, которые будут строиться уже после вступления закона в СИУ. То есть, на предыдущие периоды, на прошлые годы это не распространяется. Да, хорошо, я поняла. Еще какие-то важные новшества есть в 214-м ФЗ? Есть. Значит, есть один механизм, который очень спорный для меня, как для застройщика. Это один застройщик будет вести работу только по одному разрешению на строительство. То есть, будет создана система мелких, наверное, предприятий, один застройщик не сможет строить два дома одновременно. То есть, будет какая-то материнская организация, вокруг которой будут отдельные застройщики. Вокруг которой будет много ООО-шек. Да, это много ООО-шек. То есть, сделано с целью, чтобы с одного объекта не переводились деньги на другой объект, то есть, не создавалась пирамида. Но для меня, вот так, для человека, который в этом работает, то есть, довольно-таки спорный механизм защиты. есть механизмы, связанные с защитой, скажем, на первоначальной этапе. Это 10% должно быть на расчетном счете застройщика до начала привлечения денежных средств дольщиков. И 10% должно быть собственный средств уже потрачено на строительство. То есть, обеспечение. То есть, это может быть земельный участок, это могут быть еще денежные средства. Пока, скажем, к этому вопросу мы так близко не подходили, поэтому практики пока не сложилось. А 10% это вообще достаточная сумма? Я поняла, поняла. Ну, не могу сказать. Это должна показать практика. А вот вы сами сказали про спорный механизм, когда один застройщик работает только по одному разрешению на строительство. А с вашей точки зрения все-таки почему механизм спорный? Я вижу, во-первых, пути, как можно с одного застройщика перевожить деньги на другое. То есть, никто эти пути их не перекрыл. То есть, за спину каждого не поставишь надзирающего, скажем, представителя государства. То есть, пути перекладки денег есть. Второй механизм спорный, почему? Естественно, дом построен и эта организация, она собственнику будет уже не нужна. А кто будет нести гарантию 5 лет перед застройщиком? Перед дольщиком? Вопрос, да, интересный? Ну, и вопрос, скажем, налогообложения. То есть, проще контролировать одно предприятие, чем 5-6 маленьких. И поэтому, со стороны налоговых органов, я тут вижу большие риски проведения плановых, неплановых проверок в части контролирования хозяйственной деятельности, не связанной с привлечением денег граждан, а именно с уплатой налогов. Хорошо. Для застройщика, для хозяйствующих субъектов это будет сложно, а результат, на мой взгляд, ну, нулево. Я поняла, мы благодарим Дмитрия Валерьевича за комментарий. Да, и теперь нам пора выйти на рекламу. Мы возвращаемся в эфир, это Дневной разворот, Никита Коферов, Юлия Афанасьева. Обсуждаем мы сегодня историю обманутых дольщиков, Слобода Новая Сергеева и Володарского 114. У нас в гостях сегодня Василий Лаженцев, обманутый дольщик, Татьяна Широкова из Нового Сергеева, Юлия Куликова, адвокат, который представляет интересы обманутого дольщика по Володарскому 114. Итак, Василий, вы недорассказали в первой части программы вашу историю. Чем у вас все-таки дело закончилось? 15-16 годы, что происходило? Мы находились в рамках уголовного процесса, который длился более 18 месяцев, не возбуждали более 9 месяцев. Реакция правоохранительных органов очень простая. Жулика посадим, возмещения не будет. То есть, 52-я статья Конституции Российской Федерации, которая гарантирует именно право на возмещение ущерба при совершении преступления, а по стране, как бы у нас постарше и нас признали, она у нас абсолютно не работает в Кирове и создается такое знаете впечатление, что часть вот как раз именно тех недобросовестных застройщиков, это добрая половина, да, по оценке специалистов, она как раз и действует в связке с теми правоохранительными органами и госструктурами, которые потом их проверяют. Вот у нас, допустим, по ЖК Виктория мы обращались по поводу недобросовестного данного застройщика, обращались и в Москву, Следственный комитет уже возили, потому что в Кире все пороги обили, и, ну, лично знакомые с Селяниным, с Черковым, они в курсе этой проблемы уже давно. Вопрос очень простой, выходит проверка, 214 закон, три места строительства, должно быть раздельный учет, выносит решение, ну, что, бухучет не ведется, план счетов не сформирован, ну, какие проблемы? У налоговой, вот на уровне областной налоговой, та же самая история, миллиардами, миллиардами оборачиваются деньги, налоги не платятся, а налоговики говорят, мы как проверим, документов-то нет. А вы все-таки ваш дом сами достроили? Кто достроил дом? У нас были двойные продажи, то есть в квартире, которую продали мне и маме, сейчас же пользуется абсолютно добросовестный приобретатель, то есть мошенническая схема, мошенническая схема через подрядчика, да, то есть она чревата именно как раз за ними продажей. Вот, и поэтому мы являемся пострадавшими именно по уголовному делу, и вот как раз этим уголовным делом именно в сфере обманутых дольщиков, да, то есть это вот как раз вторая половина, все говорят, что а что, если недобросовестные, да, они по страховке уже не помогают, потому что страхуют в Москве. То есть вы как раз вот второй покупатель, скажем так, да? Да. А уголовное дело против именно застройщиков или там еще какие-то физические лица фигурируют? Нет, разумеется, у нас уже, скажем так, по мошеннической схеме называется треугольник, то есть человека уговаривают приобрести квартиры двое. Это подрядчик и застройщик. Разумеется, что приобретать через застройщика в данный момент времени объясняет, что не получается, тут есть те сложности и все сложности, а вот через подрядчика то самое, то и цена интересная, и вроде бы и подрядчик такой в доверие вошел, да, все хорошо. Сколько денег вы заплатили? 6 миллионов 120 тысяч рублей это за квартиры на втором этаже по улице Володарского 114, а я и мама, то есть у нас два пострадавших. Вы сказали, что идет уголовное дело, вы получили какое-то возмещение? Ноль. То есть вы, по сути, являетесь недобросовестным приобретателем, да, как получается первый человек, который купил эту квартиру, у вас прав на это жилье, прав на компенсацию вообще нет? Вот у меня права, права получить компенсацию именно по 52 статье Конституции, это возмещение ущерба при преступлении, и поскольку деньги были израсходованы в материалах уголовного дела и в суде, это видно, что именно в последующих стройках ЖК Виктория и Шабарин Владимирович не отказывался их отдать впоследствии. Но после того, как уже у нас наступил, скажем так, 2014 год, и мы поняли всю глубину этих глубин, написали заявление правоохранительные органы, и правоохранительные органы, скажем так, садят третьего стрелочника, но до бенефициаров, которые реально эти деньги использовали. Причем использовали, вот как мы считаем, и у нас есть подтверждение, вот по Преображенской, 95, здесь недалеко, 53 человека пострадали, у нас есть ролик на Ютьюбе недавно выложен, сдали деньги, это больше 100 миллионов рублей собрано, а фактически застройщик вложил меньше 15, вопрос, а куда делись деньги? Где деньги, Зим? Так вот, самое интересное, что сейчас как бы готовится третий эшелон этой мошеннической схемы, когда общий объем застройки будет 14 тысяч квадратных метров, это, по-моему, 429-й квартал, если память не изменяет, и там пострадавших будет больше трех тысяч уже. То есть у нас движение, понимаете, то есть там два-три человека, потом сотни, потом уже сейчас речь пойдет о тысяче, да, то есть и все это находится под контролем правоохранительных органов. Какие-то перспективы есть у Василия вернуть его деньги? Вопрос Юлии Куликовой адвоката. Пока воздержусь, наверное, от комментариев, потому что мы сейчас над этим работаем, работа очень сложная, потому что, скажем так, с противодействием встречаемся регулярно. С противодействием от кого? От правоохранительных органов. Вот к статье 159 мошенничество, если начинают искать, куда делись деньги, обязательно в других регионах в течение месяца возбуждаться статья 174 легализация. Так вот, мы не можем три года добиться возбуждения этой статьи, и чтобы мы могли официально, официально сведения, сведения, которые у нас есть, именно в рамках уголовного дела прикладывать. Нас просто не возбуждаться 174. То есть получается, скажем, есть обвиняемый, есть у него реальный срок, но реально исполнить, допустим, возмещение убытков не получается, потому что деньги уже перенаправлены, поскольку не возбуждается легализация, следовательно, не расследуются, куда деньги ушли и как их забрать. То есть какое имущество было приобретено именно преступным путем. Я думаю, что здесь нужно сказать, что мы пытались получить комментарии от представителей компании техкомсервис, но, увы и ах, к сожалению, на связи они не вышли. Чередник пытался весь день дозвониться, они сначала согласились поучаствовать в эфире, но потом просто не перезвонили. Вот у нас с вами осталось до конца эфира 4 минуты, хочется каким-то образом резюмировать. По большому счету у жителей Слободы, Новые Сергеева сейчас два выхода. Либо самим достраивать за собственные деньги, либо искать застройщика, который закончит, зайдет на площадку новый застройщик и закончит строительство. В любом случае вы ставите вопрос о деньгах, потому что новый застройщик откуда будет их привлекать? Ну и разумеется, куда ушли их с ней деньги обязательно нужно. Так, у нас на связи сейчас Кирилл Игоревич Черкасов, мы до него дозвонились, депутат Государственной Думы от Кировской области Кирилл Игоревич. Добрый день. Здравствуйте. И планировали направить депутатские запросы. Да, это был, я бы сказал, не только пикет в городе Кирове, это была всероссийская акция, то есть во всех городах России прошли подобные пикеты. Что вы со своей стороны, как депутат Государственной Думы, можете сделать? Мы уже начали эту работу, вы знаете, что весной в Государственной Думе в зале пленарных заседаний состоялись слушания, куда были приглашены обманутые дольщики и их представители со всей России. Зал был полный, обсуждение шло более шести часов. По итогам этого обсуждения комитетом Государственной Думы было поручено разработать методологию общения с региональными властями, с правоохранительными органами и подготовить и внести изменения в действующее законодательство с тем, чтобы подобные случаи больше не могли повторяться на территории Российской Федерации. Это первое. И второе, это, конечно, самое важное, как помочь тем людям, которые попали в эту сложную жизненную ситуацию. Вот, встречаясь с людьми на пикете, я очень много слышал о том, что, к сожалению, правоохранительные органы, в частности, в городе Кирове, где-то потворствуют, а где-то просто закрывают глаза на то, что эти пирамиды продолжают создаваться. Люди, которые пять-семь лет назад конкретные фамилии звучали, названия организаций, повторно создают подобные пирамиды, подобные, закладывают фундаменты домов и собирают с людей средства, показывая, что вот мы этот дом застроим за счет того, что предыдущий там сегодня наполовину построен. Здесь моё предложение было к этим общественникам такое, чтобы обратиться к губернатору и на площадке исполнительной власти в области создать рабочую группу, куда бы вошли представители обманутых дольщиков, представители правоохранительных органов, обязательно, естественно, представители муниципалитета города Кирова, исполнительной власти, депутатов всех уровней. Кирилл Игоревич, извините, пожалуйста, у нас осталась просто минута до конца эфира. Скажите, чем эта рабочая группа реально может помочь обманутым дольщикам? Мы назовем, во-первых, все адреса и всех конкретных участников вот этих недобросовестных схем противозаконных. Мы там выработаем дорожную карту и будем, как депутаты, контролировать, чтобы исполнительная власть двигалась по этой дорожной карте, а люди решали свои проблемы. То есть, кто-то получит свои средства, кто-то получит квартиру, потому что мы понимаем, что для людей это последние средства, вложенные в единственное жилье. Это очень больной вопрос, им надо заниматься в каждодневном режиме. А сможет ли эта группа помочь с включением в реестр обманутых дольщиков? Конечно, то есть, в этом-то и стоит вопрос, что сегодня многие дольщики не могут попасть в этот реестр, у них нет возможности получить какие-то документы, и мы это с ними обсуждали, что своими запросами я помогу им просто получить те документы, которых им сегодня не хватает, потому что зачастую эти документы просто прячутся или уничтожаются. А скажите, пожалуйста, Татьяне Широковой, которая сегодня у нас в студии, это обманутый дольщик из Слободы, Новая Сергеева. Можно дать какие-то координаты, может быть, вашего штаба или отделения в городе Кирове, чтобы она с вами связывалась? Да, конечно, Советская 73, пожалуйста, мы в любое время работает приемная мая, люди могут туда обратиться, приехать. Мы, кстати, в четверг, вот в этот 15 часов встречаемся на Советской 73, туда придут лидеры и руководители вот этих организаций, представители обманутых дольщиков, и мы с ними как раз проработаем все вопросы, о которых мы сегодня говорили. Да, Кирилл Игоревич, в том числе Татьяна Широкова, это я к вам приду, мы договаривались с вами о встрече. Спасибо. Да, спасибо большое. Мы ждем вас, будут наши юристы, специалисты, мы поговорим с вами. У нас, к сожалению, выходит время. Кирилл Игоревич, мы благодарим вас за участие и за ваш комментарий. Это был по телефону Кирилл Черказов, депутат Государственной Думы от Кировской области, который помогает обманутым дольщикам из Слободы Новая Сергеева. Мы очень много сегодня не успели. Но, к сожалению, нам нужно заканчивать. Татьяна Широкова, обманутый дольщик, собственник квартиры в Слободе Новая Сергеева. Я надеюсь, Татьяна, что мы еще встретимся с вами и обсудим эту ситуацию. Василий Лаженцев, обманутый дольщик, собственник квартиры на Володарского, 114А. И Юлия Полякова. Адвокат, который защищает интересы Василия. Никита Кочуров. Юлия Полякова. Мы вернемся к вам буквально через 15 минут с другой темой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова